Так, ладно, что у нас здесь? Секунду, я обновлю страницу вот здесь. Так, отмена. Срождаемость демографии – это не мораль, это выживание общества. Мы говорили об этом вот тут несколько передач назад. Цена проекта по демографии – несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависит от дохода. Абсолютные цифры бездетной семьи – 30-40 тысяч рублей. То есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. Во-вторых… Просто вопрос, б***ь, а это нормально, что некоторые люди в России будут, получается, в минус жить? Вот некоторые прям 100% в минус будут. Я бы не стал выводить из-под вот этих не алиментов, а налог на бездетность, а медицинские соображения. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы, да, вернее, их надо… То есть вы хотите с бездетных, по медицине тоже… Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой… Ну, развить справедливо. …проектироваться бездетным, семья бездетная, она должна платить. Причина – это отдельно. И в третьих, третья история – это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья – это двухдетных. Чего? Он вкинул хуё? И потом такой… А по… гуляем, блять, однодетные тоже давайте платите. Причём вы же понимаете прикол, что, ну, когда у тебя есть ребёнок в семье, это уже огромные траты всегда, всегда. Не говорим про то, что 40 тысяч рублей – это вроде бы даже близко у нас не средняя запешка по России. А получается, ну, по его мнению, люди, ну, реально должны жить в минус, блять. Что просто демография выправилась. Ты, блять, ну, как себе это представляешь? То есть, в целом, процент от дохода выглядит, ну, по еб***ки, я считаю. А чел ещё и фиксу еб***ку. Если у вас в семье один ребёнок, значит, налог на вот эту, на неполную детность, да, он тоже должен быть, только в уменьшенном размере. Блять, слава богу, что это говорит какой-то просто директор Института социально-экономического исследования финансового университета при правительстве какой-то, блять. У-у-у-у-у-у. Единственное, что меня утешает, всё будет хорошо, всё будет хорошо, что это происходит на каком-то еб***ом очередном шоу. А там постоянно какие-то еб***ки приходят, блять, которые, типа, у нас где-то крутые, и несут х***. Фиксу по 40 тысяч, но никто не делает, потому что, ну, тогда люди реально взбунтуются, потому что, ну, по факту получится, что люди будут в России жить в минус. Ну, никто этого не допустит, это, ну, это тупизм е***ый. Ну, то, что это реально, б***я, пустили в эфир, этот дед реально там, ну, это же вообще пиздос. Тогда просто по этой логике легче переехать из России. Даже несмотря на то, что, ну, ты, очевидно, у тебя сразу уровень жизни упадет, потому что будешь просто, ну, сложнее тебе, там, новую работу найти и так далее, и так далее. Просто потому что хотя бы ты не в минус будешь жить. А с этой идеей ты только в минус, все. Причем критически для некоторых людей. Вот процент, то, что ведут, блядь, вот это я больше верю. Но фиксу нет. У них всегда разговоры ничему не приводят, причем к счастью. Ну да, слава богу, потому что там послушаешь, охуеешь. Меня зовут Максим, я живу в России. Я зарабатываю минус 20 тысяч рублей в месяц. Это, кстати, хорошо. Некоторые зарабатывают минус 30 тысяч рублей. Блядь, самое ебаное, что я только вчера, нахуй, налоги оплатил. И я сразу вот это вижу. Прикиньте, моя ебаная. А можно сделать льготную ипотеку для многодетных, льготные кредиты, гарантированные бюджетные места, даже не для многодетных, а для однодетных. Блядь, я всю жизнь платную учусь, сука. Ну, кстати говоря, льготные места, это вообще имбуля. Но она, кстати, гарантированная бюджетная... Ну, кстати, блядь, вот это прям 100% надо. Вот это 100%, потому что часто бывает такая хуйня, что какие-то бюджетные места просто ходят, ну, довольно несправедливо. Лови значит лох, говорил сам Джонни Депп. За меня горой стоит нешкольный туалет. Будь он хоть накачен, сексуален и богат. Этот бак не пожарен, этот бак уебан.